Во многих зонах это актуальная проблема. Если перечитать стоимость, то получается да, потому что очень часто от специфических загрязнений традиционный грязезащитный ковер очистить очень-очень сложно. Здесь эта проблема решается проще. Двигаемся дальше по новинкам. Из интересных. Вот это, скажем так, не совсем новинка. В прошлом году она была презентована, но почему-то осталась не сильно во внимании. Это Орбат Микро. Это машина, ну скажем так, мини-ротор иногда его называют, но здесь другой принцип работы. Это машина вибрационного типа. То есть вот эти вот две щеточки, они не просто крутятся, а они колебательное движение очень много. За счет этого эта машина позволяет чистить, ну изначально придумано было для полировальных работ в автобизнесе используется, но при замене количество насадок абсолютно разнообразное и используется во всех видах уборочных либо реставрационных работ абсолютно для любых типов покрытий. Так, чтобы совсем было понятно, в чем уникальность этой технологии, например, это высоковорсовый ковер, шейки. Кто знает, что это такое? Это вот такие здоровые макаронины, плетенные. Когда мы такой ковер пытаемся чистить однодисковой машиной, у нас очень большой риск того, что мы эти косички расплетем. Более того, есть некоторые разновидности ковров, так называемые северо-африканское плетение, тунисские, марокканские ковры, где вот эта косичка заплетена в другую сторону. И вот это вращение ментально расплетает весь ковер. Я недавно, мне такое показывали, спрашивали, что с ним делать. Весь ковер, весь ковер, где-то чуть-чуть, а весь ковер расплелся. Если использовать данного рода оборудование, есть и машины большие такого типа, то там нет вот этого вращения, там вот это вращение главное. И таким образом высокий ворс обрабатывается со всех сторон, не разрушая плетение, в какую бы сторону косичка не была заплетена. То есть достаточно эффективная уборка любых шершавых поверхностей, не повреждая поверхности. Вот та самая золотая середина, которую очень сложно найти к ленингисту. Так, чтобы вроде грязь удалить, но не испортить покрытие. Есть такое правило, да, что все, что эффективно к грязи, оно чаще всего агрессивно к поверхности. Все, что щадящее относится к поверхности, и грязь относится так себе. И вот эту золотую середину найти, чтобы мы грязь убрали, но поверхности испортили, в этом и заключается мастерство профессионализма ленингиста. Использование подобного оборудования, где принцип вибрационный, как раз-таки позволяет эффективно работать только по грязи, не повреждая самой поверхности. Дальше переходим к химии, пока к тому, что у меня на столе стоит. Известный американо-английский производитель Кемсик, в данном случае английское производство Кемсик Европы, два новых продукта представил на рынок. Чем они интересны? Первое. Это средства для чистки разных поверхностей, но в первую очередь текстильных, биоразлагающихся, но основное преимущество используется при очень-очень высоких температурах. То есть, например, через парогенератор. Парогенераторы, которые используют химию, есть, но далеко не вся химия. Много химии абсолютно при выше 60 градусах полностью теряет свои свойства. И люди продолжают ее использовать, почему-то думая, что эффект от него будет, раз она холодная работала, то горячая будет работать еще лучше. А у парогенератора 120, 140, 160 градусов на наконечнике дает профессиональный парогенератор. Данный препарат позволяет работать до температур, в 200 градусах. То есть, не теряет свои моющие свойства. Не только, фактически, добавляя к пару какую-либо химию, мы чаще всего, ну, продолжает работать только химию, только пар, температура, химию, мы зря тратим деньги. Вот это тот случай, когда и химия работает, и пар работает. И второй продукт, формула 429, это продукт с повышенным количеством безопасных для организма, дезинфицирующих добавок, которые, опять-таки, безвредны для человека, безвредны для окружающей среды, но при этом достаточно эффективно воздействуют на различные микроорганизмы. Это не только, конечно, уборка в больничных каких-то учреждениях и так далее. Это средства для чистки ковровых покрытий. В первую очередь, это все, что связано с неприятным запахом. Это чистка ковров после мочи животных. Это чистка ковров после потопов. Это перечистка ковров, которые неправильно чистили, они в процессе высыхания начали издавать гнилостный запах. Чаще всего этот гнилостный запах как раз является свидетельством развития различного рода бактерий. Вот данный продукт не портит ковровое покрытие, но достаточно эффективно как останавливает рост этих бактерий, так и замедляет их рост в дальнейшем. Дальше двигаемся. Французский производитель Жьен и Натюр в этом году вышел на российский рынок. Основное преимущество, то есть производитель моющих средств и производитель моющих средств. Чаще всего отличается маркетинговыми ходами, там как-то где-то, по большому счету, ну очень много повторяющихся вещей. Что здесь уникально, почему я обратил на это внимание. Главная фишка этого производителя, это то, что во всех продуктах используются не химические оттушки для придания запаха, а натуральные масла, те же компоненты, которые используются при производстве духов. То есть эта химия, так называется, парфюмированная. Не ароматизированная, а парфюмированная. То есть есть отдельно продукты, именно так и называются, это духи для помещений. Некоторые из них, например, вот эта металлическая линейка, она полностью копирует некоторые популярные запахи. То есть на мой вопрос, не возникает ли проблем с авторским правом, мне сказали, ну если бы мы написали здесь, там Шанель номер 5, например, у нас были бы проблемы. Но у нас название другое, но запах полностью копируют. То есть в помещении тот же запах остается, это просто, например, аэрозоль, который распыляется в воздух, если нужно придать какой-то хороший, приятный запах. Причем запах достаточно насыщенный, я думаю, скоро он дойдет до вас. То есть одного такого пшика хватает на трехкомнатную квартиру, чтобы этот запах держался. То есть вот это продукты, это просто ароматизаторы. Моющие средства тоже добавлены. Есть специальная линейка, просто нести канистру уже не было смысла сюда. Продукт, который достаточно эффективно справляется с грязью, но при этом от двух до четырех часов в помещении держится хороший, опять-таки, натуральный запах, имитирующий там какие-то либо духи, либо повторяющие натуральные природные запахи. Линейка достаточно широкая. Один из любимых моих продуктов, это уже к запахам не имеет отношения, это террималь. Средство молочко мелкоабразивное, которое достаточно эффективно работает по мрамору, по цветным металлам, по нержавейке, то есть по разным сложным поверхностям, не повреждая поверхности, очищает многие загрязнения и в удобной ценовой категории находится. Хит-продаж, терримультисервис. Это продукт, который был продан сразу же, как только был завезен. То есть это активная пена, очень универсальная сфера применения, в основном нашло свое применение при очистке.